И деле нам рассказывали, вот сейчас начнется второй конкретный этап операции, прям конкретный, конкретный, конкретно начнется. Вот сейчас вот мы Украину разгромим. И начинается, начинается такое замечательное, причем четко указывается, мы разгромим донецкую группировку противника. прямо разгромим вот уже ну там скоро месяц как идет второй этап но не месяц пока ну там уже три недели да да и и что мы наблюдаем мы наблюдаем что 22 наших батальонных тактических группы наступающие из района южнее изюма не могут собственно говоря прорвать фронт противника вообще не мог то есть фронт противника ни одного дня не был право да в итоге тяжелых боев взяли южную часть изюма после долгих да там продвинулись но это еще кстати до подготовительном этапе а дальше вот начинается распространение с этого южно-изюмского плацдарма и все и даже не смогли перерезать дорогу славянск-барбинково даже несмотря на все тяжелейшие бои на то что там средоточены достаточно большие силы несмотря на четко декларируемое превосходство воздухе которого на самом деле у нас нет и превосходство артиллерии которые у нас есть пока по крайней мере в количестве в качестве это отдельный вопрос одновременно по идее начинается наступление не по идее наступается население наступление со стороны гуляй поле вот классические охвата которым идет речь то есть с двух сторон такая курская дуга наоборот там вообще то есть завязывать сразу просто сразу то есть там продвижение нет уже вот самого начала в той той самой второго этапа операции на севере она завязывалась юга вообще не пошло одновременно начинаются в полность полностью согласно концепции маршала жукова осковывание и сковывающие атаки по фронту по всему фронту в районе донецка в маринке под авдеевка и в самой авдеевке под лисичанском северодонецком рубежном под ямполем и лиманом то есть по всему фронту ну вот после трех недельных дорогах боев вымучили по опасную вымучили маринку не вымучили от слова совсем есть данные что она ее обратно украина отобрала просто во время пересменки кто-то вот кого-то отвели кого-то забыли ввести противник это увидел за него все назад но опять же это я не утверждаю вот как бы неизвестной информации то есть ничего не понятно официально заявляют что этого нет авдеевку точно даже войти в нее не смогли между прочим там мой погиб отец моей супруги в боях за эту авдеевку на подступах к ней с очень тяжелыми боями с трудом взяли рубежных в северодонецк так и не зашли попытка переправиться в районе кременной через реку закончилась не очень хорошо мягко говоря потери понесены большие противник тоже несет большие потери но извините наступающий вообще-то несет потери пока операция не перешла в стадию развития успеха когда успех уже достигнут всегда наступающий несет потери больше чем обороняющийся всегда просто не говоря уже о том что украина обладает тактическим превосходством в воздухе в виде огромного количества разведывательных беспилотников что у нее прекрасно работает артиллерия просто прекрасно работают она прекрасно обучена в отличие от нашей причем не только от донецкой но и от российской как выяснилось неожиданно ну и где фронт где про немцы на еще об этом возвращаюсь к этому тезису немцы на седьмой день наступления окружили весь наш западный фронт сомкнув кольцо в минске а мы сейчас повторяем это ремейк курской дуги то есть противник прекрасно понимают где на него будут наступать сосредоточивать там резервы наши генералы с великим как говорится вот старанием то есть в пас ведут наступление там где противник этого ждет это простите что так это вот как раз приводит мне затягивание затягиванию войны приводит но проблема то заключается в том что одновременно противник еще и наносит нам к вам имиджевые поражения крейсер москва извините который сейчас как-то забыли про него резко до флагман черноморского пола кстати там мы так и не сказали ну конечно конечно быча уже объяснили бычок бросили просто загорел крейсер да это намного более достойно чем две ракеты одну в нос другую в корму там в ниже оторли нет лучше да лучше от бычка сгореть почетнее по крайней мере с точки зрения пропагандисты сейчас вот мы наши части отступают под харьков на самом деле фактически противник заходит на сначала над этим смеялись вот противник оттягивает наши силы пытаясь воздействовать на открытый фланг ну да пытается и успешно пытаясь он будет развивать успех естественно фактически они местами вышли к государственной границе на харьковской области фактически сейчас в положить сложилась такая ситуация когда наши подразделения которые там воюют там в основном там росгвардия и мобилизованы лднр у которых не тяжелого оружия кстати вопрос почему хороший вопрос ненормальных офицеров вот как мне рассказывает один мой боевой товарищ у него ему там да то есть сформировали ему батальон вот у него четыре ротных все лейтенанты запаса донецкие так один я их говорит одного обучал рожок снаряжать как он кротый будет командовать скажите в луганской республике точно такая ситуация людей ни одного дня не обучив дают им автомат 545 который многие из них видят вообще в первой жизни только в кино видели и отправляют ни дня не тактики не стрельни одной стрельбы с ними не проводят их отправляют на передовую естественно что когда их атакуют украинские военные с танками и бмп обстреляны и обучены при поддержке авиации из кучи беспилотников того что делают эти люди да они пытаются сопротивляться но в итоге они сопротивляться не могут но и не смогли бы даже если бы хотели потому что против танка автомат не работает и против миномета корректируем беспилотником тоже не работает результате у нас харьковской области оставили на войска просто отступают причем местами отступили беспорядочно к сожалению сейчас действительно придется оттягивать силы это зима варианта нет иначе не просто начнут обходить нашу группировку с глубокого тыла все о каком наступлении дальнейшем может идти речь если в любом случае придется снимать некоторое количество бтг просто для того чтобы закрыть открывающийся флаг меня все спрашивают а ну вот почему вы так наставите на на мобилизации на частичной на это я еще буду отвечать я надеюсь да потому что я понимаю что кадровой армии сколько там ее нету на такой огромный фронт везде она прикрыть не может просто не харьковское направление но извините не самое последнее направление все-таки там наши не отступили границы как из сумской и черниговской областей а попытались удержать часть как плацдарм хотя бы для очищения донбасса потому что невозможно очистить донбасс не очистив часть харьковской области